И всем море приветов, друзья, и гости моего канала Нептун здесь, и я продолжаю приходить. Деймер 1-9-9-8. Мы всё так же в этой богом забытой проклятой больнице. Здесь все мертвы, кругом зомбаки. И, в общем-то, по карте мы уже всё реально изучили. Осталась только вот эта часть госпиталя, где мы ещё не были. Там повыше на карте есть красные двери, но там либо нет ключей, либо нет доступа туда попасть. А ещё нам нужно найти некий подвал, где можно подать воду, да? В гидрант, чтобы можно было потушить пожар. Короче, вот такие вот планы на эту серию. Но самый главный план — это найти того чувака, который убил мою жену. Я ему, блин, отомщу. За жену и двор я готов стрелять прямо в упор. Да? Хе-хе-хе, тихо. Так. Радует, что есть освещение. А то, мало ли, вдруг бы ещё в темноте пришлось... Ага, вижу, вижу, вижу. Беспалевный чувак. Ой. Сорян. Сдохни. Да. Теперь я, короче, забил на правило стрелять в голову. Здесь, по-моему, вообще им плевать, куда я именно стреляю, в этих тварей. Главное правило — просто в лоб. Так, чё это? Извините, по-моему, это пасхалка, нет? Это не... Полицейская ли Академия? Помните фильм «Комедия»? Полицейская Академия? По-моему... Это кадр из фильма, нет? Хотя я могу быть неправ. Сана. Хе-хе. То есть НАСА, только наоборот. Понятно. Кругом разные приколы и отсылки в этой игре. Это приятно. Видеть. А ещё приятнее знать, на что отсылочки. И какая в этом во всём ирония. Опа. Еда. Энергонапиток. Сейчас мы себе отхилочку сделаем. Так, это. Смешаем. С этим получаем отхилку. У меня уже три, мать в отхилке. Это реально круто. Это реально круто. Так, вот теперь выбор, куда пойти. Погнали сюда. Ау. О, подожди, подожди, подожди. Мне нужно найти ещё здесь, друзья. Вон... А, не здесь, да? Короче, две игрушки надо найти. Вот. Ноль из двух, видите, наверху, в правом верхнем углу. Нужно найти две игрушки. Я не знаю зачем, но это прикольный челлендж такой. Что? Инструменты? А вот этот инструмент подойдёт? Нет? Не подойдёт? Твою ж мать, ладно. Так, видимо, тоже не работает. Инструмент. Фак. Ну, монтировка, наверное, какая-нибудь. Лежать. Лежать, мать твою. А тут, видимо, стё... Стёкла бронебойные. Это Сэм, док. Меня слышно? Я тут в 10-й палате. Мистер Уокер. Как я снова рад вас слышать. Приятно знать, что вы всё ещё в добром здравии. Представляю, через какие сложности вам пришлось пройти. Но следующий шаг должен быть намного проще. А что мне, собственно, делать? Я ничего не вижу. Не волнуйтесь, мистер Уокер. Вы пришли. По адресу. В этой комнате есть особенная дверь. Хотя вы её и не видите. Подойдите к стене, что она прямо напротив вас, и обратите внимание на удод. Так, подожди. Тут, видимо, какая-то дверь с секретом. Я вот подозреваю эту картину. С ней явно что-то не так. Она прямо такая выделенная здесь. Потайные комнаты. Чтобы открыть потайные комнаты, нужно у дот. При приближении игрока к потайной двери, устройство начнет издавать тихий звук. То есть сигнал, да? Рекомендуется найти все эти комнаты. Блин, а почему вы мне об этом только сейчас говорите? Ну, типа, я, наверное, столько комнат уже пропустил? Так. Вот так он пищит, да? Окей. Блин, слушайте, а легко спутать, допустим, с прибором, вот, жизнеобеспечения, там, который считает, знаете, пульс у человека? Ааа, всё. Понял. Нужно просто подойти к предмету и нажать использовать, ну, на F. То есть никакого познавательного знака не будет. Типа, нажмите кнопку F. Правильно. Как видите, это невероятное устройство у вас. На руке дает доступ в потайные комнаты самыми секретными материалами. Так, идём дальше. Где-то в этой комнате вы найдёте тело одного из моих подчинённых. Уборщика, который принял одностороннее решение. Вот что вам нужно сделать. Разрежьте его правое запястье. И достаньте небольшой микрочип из-под эпидермиса. Простая и чистая процедура. Согласны? Да какого хрена дальше-то что? Потайные двери, странные имплантанты с чипами. Мистер Уокер, послушайте меня очень внимательно. Речь идёт о вещах, в которых вы, в отличие от меня, ничего не понимаете. Вы должны сделать то, что вам говорят. Даже если это покажется вам неприятным или противным. А теперь отправляйтесь сказать чипом. Да поживее. Конец связи. Какой вежливый доктор. Так, окей. Я, типа, ему обрезал чип. Взял его. Теперь пойдём обратно к доктору. Как-то, видимо, это так должно работать. Провал. Отчёт об ВИДЖИ-02. ВИДЖИ-02, скорее всего, будет последним активным испытуемым первой фазы. Динозавр, так сказать. Первая фаза стартовала в 40-е. Примерно тогда же Хиксокорбиогенетикс прибыли в киносайт с одобрением Министерства обороны. Бла-бла-бла. К настоящему моменту ВИДЖИ-20, скорее всего, единственный, кому удалось пережить столько экспериментов. Некий испытуемый под именем Рональд Рец. Это кто такой? Рональд. Где-то знакомое такое имя. Где-то я уже слышал такое имя. Хорошо, понятно. Ну, наш, по ходу дела, Друган, который вёл вертолёта, стал этим мутантом. Он, по ходу дела, не просто как бы переварил эти химикаты. Он их принял в себя и стал мутантом. Терминал хранения. Опа. Сейф. Я нашёл сейф. Зашибись. Так. Отхилочку пока сбросим. А как? А, вот так, да? Две отхилочки тогда пока сбросим. Патроны для дробовика можно сбросить. Защиты. Ну, одну оставлю, отхилочку. Провод оставлю один. И вот эта вот хрень непонятно для чего. Пусть тоже будет. Нормально. Хороший терминал. А и чё? Опять пустой укол. У меня уже два, по идее, да? Нет, у меня тоже есть. Короче, его и возьму. Какой-нибудь химикат по-любому подберу. Так, а обратно выйти? Нет? А как выйти ты? Алё? Выпустите меня из этого грёбаного секретного... Секретной комнаты. Так, вкладки. Это что? Это то, что там есть? Обмен. Подожди. Хотите продолжить. Подожди. Разрывные патроны? 15. А-а-а, понял. Требуемые объекты. Патроны для... То есть, я отдаю, я так понимаю, 30 обычных патронов и получаю 15 улучшенных, да? Ну, почему бы и нет? Давайте. Блокировочный кабель. На отхилку, да? Блин, тут как-то всё замудрёно. Не совсем понимаю. Ну, ладно, окей. Так. ID метки. Я обменял ID метку, получил... Какую-то хрень. Окей. Сохранить. Сэкономить в этом слоте, давайте. А, это ещё и сейвы есть? То есть, это, по сути, ещё и сохранение. Нормально. Вот это вот уже по мне, да? Это уже по мне. Так. Мне два укола. На какой-то хрен я их обменял. Ладно. Пока один сбросим. Это тоже сбросим. Фак. Во всё сбросим, короче. Нормально. Вернись к врачу. Что здесь вообще происходит? Пытанные комнаты. Постоянные наблюдения за жителями Кинсайта. Как это вообще возможно? Ну, а вот теперь меня выпускают. То есть, я должен был через тот терминал, видимо, отправить чип. Вот как это работает. Я понял. Я понял, блин. Не тупой. Так, кто заперт? Ну, хотя бы в одном спасибо доктору. Он мне хотя бы объяснил, как использовать мой аид. Та фак. Ты какой-то скоростной чувак. А ты будешь долго такой живучий, нет? Понятно. Да стреляй, мать твою. Да беги ты. Зажимать в углу это, блядь, твоя новая тактика, что ли, охреневшая зомбак? Ну, иди сюда, мразь. Чё, не весело, мать твою, а? Чё, не очень весело? Не очень весело, мать. Сука, тупой зомбак. А, вставай. Давай, 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 давай. Ну, как тебе мой дробовик? Ну, как тебе мой, мазафака, дробовик? Упал нахер. Я тебе ещё не разрешал вставать. Ух, я отыграю с тобой гнида тупая. Давай, давай, давай. Оживай. Ты ж три раза оживаешь обычно. Что, всё? Всё? Ха! Жалкий сосунок. Хорошо, да нападать внезапно, когда у меня только всего лишь пистолетик. А когда у меня дробовик-то всё, очко поджимает. Окей, ладно, идём дальше. Прибежал такой. Меня, знаете, мне больше всего прикалывает анимация его движения. То есть он так бегает, так перебирает ножками, знаете, как будто прям вот торопится меня обнять. Походу, делает чувак, любит обнимашки. Ну, кто же его за это будет винить? Мы все любим обнимашки. Так. Лежать. Так, передалежай. Что-то мне по патронам. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Охренеть, нападай толпой. Так, патроны, пистолетные, так. У меня ведь ещё разрывные вот есть 15 штук. Психотропные таблетки. Увеличивающие мою, видимо, точность. Давайте сделаем. Восприятие на определенном промежуток времени. Я не совсем понимаю, что именно за восприятие. Ну, давайте мы, короче, заюзаем сейчас, да? В скором времени. Так, кассеты. И кого-то здесь хорошенечко подрали. Так. Патроны. Никакого, видимо, секрета здесь нет. Хотя комната очень похожа на то, что мы находили ранее, да? Окей. Давайте послушаем запись. Так и знал. Вот, блин, так и знал, что рано или поздно что-то пойдёт не так. Мы возомнили себе богами, но собственной гардой не не уйти. Говорит доктор Джейнгс. Компания, правительство, годы злодейств, боже. Я ведь помогал им. А теперь пора расплачиваться за грехи. Господи. Что же мы натворили? Так. Кто-то, видимо, там раскаивался на запись. Возможно, это... Больничка, друзья. Не просто так. Это, возможно, какое-то прикрытие, да? Для более мерзких, тёмных делишек. Секретных корпораций в этом городе. Ну, это прям как амбрелла какая-то. Блин, мне нужно найти способ попасть вон туда. Так, что ещё здесь? Я ещё здесь не был. О, игральные карты. Журнальчики, мир фантастики, книжки. Опять же, книжки такие же, как у меня дома лежат. Походу, дело, не так много было моделек. Разных. Разработчиков. Странная комната, на самом деле. Здесь ничего нет. Ну, разве что, вот эта картина там была. Но она, возможно... Это какая-то пасхалка? Фак, вот мне бы сюда попасть. Там есть игрушка, вон там есть записи, вон у той девчонки лежат. Ещё там пачка патронов, я замечал. Но попасть туда пока я не могу. Нужен какой-то инструмент. У меня ничего нет. Здесь, по идее, я всё уже посмотрел, правильно? Может быть, какая-нибудь отмычка нужная? Так, увеличение где? Можешь как-то увеличить, нет? Ладно, плевать. Давайте вернёмся обратно. Так, тут я везде уже был. Скорее всего, мы сейчас должны доктору что-то дать. Или мы уже что-то дали? О-о-о, мои грёбаные флэшбэки. Ты настоящий? Твою мать, меня реально глючит. Я уже вижу зомбаков. Ну, как бы я их раньше видел, но... Я вижу фантомных. Не настоящих зомбаков. А это проблема. И я на них трачу патроны, между прочим. Ну, давайте посмотрим. Ради чего всё это было? По идее, у меня айдишник-то есть. Я могу теперь пройти здесь. О-о-о, великолепный результат, мистер Уокер. Отличная работа. Я не был уверен, что вы уцалеете. Да, спасибо за доверие. Открывай давай. Нет, нет, нет. Одню минутку. Итак, вы доказали, что вам можно доверять. Вы надёжный помощник. Нельзя пускать... Упускать такой талант. У меня для вас новое задание. Да чё за херня, чувак? Слушай, я не собираюсь шляться по больнице и рисковать жизнью, чтобы нарубить тебе... ...трупного мяса. Понятно. Но вы же говорили, что вам нужно что-то от моего последнего пациента, так? Выбор невелик, не правда ли? Так что предлагаю отбросить болтовню и вернуться к заданию. Сделайте кое-что для меня, и я отвечу тем же. Док, я очень надеюсь, что этот говнюк и правда у тебя. Потому что если его там нет, и ты меня просто так туда-сюда гоняешь, я тебе на британский флаг порву. Звучит заманчиво, но боюсь, вам придётся поверить мне на слово, мистер Уокер. Уверяю вас, я держу обещание. Хе. Бля. Ну и что мне на этот раз сделать? Возьмите этот ключ. С её помощью можно попасть на нижний этаж здания. Там вы найдёте дверь, похожую на ту, которая открывает ваше устройство. Думаю, вы уже сообразили, как оно работает. Остальное я расскажу по радиосвязи. Как только вы зайдёте внутрь. Приятной прогулки, мистер Уокер. Уничтожьте подземный архив. Ага. Будем уничтожать подземный архив Хиг Саквора. А где это, блин, грёбаный архив-то находится? Подожди. Нижний, говорит, этажи. Я помню, был лифт, где чувак говорил, типа, нужен ключ. Ну-ка, 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 давайте прогуляемся туда. Это было где-то здесь. К тому же нижние этажи, там можно, видимо, и подать воду. Правильно? Вот здесь. Так. Это, видимо, был ключ от лифта. Что же вы молчали, что это именно ключ от лифта? Вот, вроде бы, мелочь, да? Ну, это уточнение поможет мне во многом. Ну, проще находить запертые двери, например. Потому что двери заперты здесь было немало, а лифт был один. Я бы его сразу нашёл. Знаю, что это ключ именно от лифта. Хотя, может быть, мне нужно было просто посмотреть в инвентаре. Дуит. Майкл Джордан. Еее, 96-й год. Тема. Клинтон, да? Так, ну что, давайте. Нижние этажи. Так это парковка. Это просто очень много зомбаков. Ну, у меня очень много патронов, так что... Не теряем времени. Ни хера чем ублюдков. БГГ. Минус зомбаки. Это довольно приятно их расстреливать, зная, что у тебя очень много патронов. Ух ты, патроны для магнума мне есть. То есть, рано или поздно я найду магнум. Понимаете, это реально круто. Так. Вижу выход здесь. Так, я по идее могу пройти или нет? Могу. Так, подожди, а что там еще есть? Еще какие-нибудь проходы? Или предметы? Надо быть более внимательным. Здесь полно всяких разных секретов. Вот, например, я нашел патроны. Немножко внимательности, и я вознагражден патронами. Халявными. А в скорой помощи наверняка есть какие-нибудь отхилочки, нет? Что за звуки? О, пустые коробки! Жесть. А что это был за звук такой жуткий? Как будто кто-то появился где-то. Блин, меня напрягают эти звуки. Значки. Заправка. Бла-бла-бла, ничего полезного нет. Черт. Это стошка. Тут, видимо, содержит автотранспорт больнички. Это что? А, кабель. Нафиг он мне нужен? Я, по идее, взламываюсь без проблем. Без косяков, поэтому мне, по идее... Ну, реально, ни разу не потерял я кабель, ни разу не закосячил. Так что... Если что, его можно будет сбросить, наверное. Опять. Очередные флэшбэки. Очередные галюники. Да чувак, ты же в больнице бегаешь, ну найди какие-нибудь препараты. Которые хоть как-то тебе помогут. Назад. Где-то здесь, возможно, можно подать воду. Надо лишь найти. Лежать, мать твою. Где ему жопу прострелил? Да, бывает такое. Ой, ну ты откуда взялся? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ты откуда, блин, такой красивый? Пара здоровенных бойлеров, я понял. Патрон тут сбери. Так, 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 так. Одеваем патрон обратно. Да ты чё? Как ты, сука, бесишь... ...когда подрываешься? Охренеть. Вот это твари живучие. И пять плакатики. I want to believe. Ладно. Да ты чё, угораешь? Три раза поднялся. Это рекорд. Кодовый домок. Опять угадывать? Не хочу я угадывать. Ну, примерно 5-10 минут у меня уходит на то, чтобы сделать методом подбора нужный пароль. Прачка. И кассеты. Можно послушать. Не хватает клапана. Ага. То есть нужно ещё и клапан найти, и затем поставить его сюда и, видимо, крутить. В правильной последовательности эти клапана, чтобы всё сделать верно и пустить в воду, правильно? Так, аудиокассеты. Так. Я в гробу выдал эту сраную службу. Я уже пять гробаных лет слежу за этим Рональдом. Не знаю, как до сих пор не спятил ещё. Как вообще можно вытащить хоть какие-то полезные данные из этого овощика-матузника? Начинаю думать, что пора бы мне отправить его в царство вечных снов. Так что, если по-другому мне не уломать начальство, назначить мне новое задание, то пусть так и будет. Это Купер говорит. Да, я лучше сам стану овощем и буду лежать на койке весь день, чем сидеть на этой сраной работе. Так, Рональд, это тот чувак, который... на котором тестировали эти препараты, помните, мы читали? В новостях. Ну, походу, делать чуваку явно не повезло. И ничего он не смог сделать. Ладно. Короче, найдём вентиль и сможем пройти дальше. Нам нужен грёбаный вентиль. А ещё мне бы... Так, что я там поздороваю? Тридцать три, да? Наверное, сейчас пора полечить. Хоть немножечко. Так. Ну, мало ли, вдруг кто-нибудь нападёт? Кто-нибудь посерьё... Подожди. Что-то пищало. Подожди, подожди. Что-то пищало. Во! Реально, я на такие вещи прям не обращаю внимания. Во, сколько бобин. Тут, походу, дело какой-то... Секретный склад фильмов. Док, я на месте. Похоже на какой-то архив. Именно, мистер Уокер. Давайте сведём разговор к минимуму. В этот раз резать трупы не надо. Просто присядьте за стул компьютера и запустите процесс самоуничтожения архива. Процесс достаточно прост. На этом всё. То есть, просто уничтожить все данные. Вестник Кинсайты. 52-й год. Опасное заболевание. Ну, это типа вырезки с газеты, видите? Можно почитать. Если вдруг хотите, можете на паузе это дело прочитать. Я прочитаю после видео. Ну, очевидно, что здесь, видимо, какие-то первые инциденты. Первые случаи заболевания. Экспериментов в этой больнице и так далее. Ну, делишки довольно тёмные. Так. Окей. Что? Мне нужно, видимо, сделать... Ага, понял. Мне нужно сделать для четыре попытки равное количеству всего этого дела. Понял? Во, идеально. Просто изи. Изи-каточка. А. Это ещё не всё? Окей. 57-49. Понятно. Так, тихо. Нет, не подошло. Ладно, будем гадать. Так. Да чё я делаю? Боже. Вот теперь другое дело. Ещё нужно разочек. Да вы издеваетесь. 88-98. То есть нужно 10 перекинуть туда. Что это за звуки? Что это были за звуки? Фак, 98-98. А-а-а. Warning. Всё получилось. Бу-г-г. Не знаю, правда. Я на самом деле, знаете, наугад тыкал. Но, в общем-то, получилось. Это самое главное. Так. Ладно. А, погоди, погоди, погоди. Нет, закрывайте мне проход. Так. И, в общем-то, нам нужно ещё и дальше пройти. Возможно, здесь я найду какой-то вентиль. Нет? Или это лифт? Нужен ключ. Да вы издеваетесь. Ну, в общем, я запустил самоуничтожение. Теперь нам нужно обратно притопать. К тому же, ещё где-то реально нужно... Что это было? А-а-а. Всё. Это был взрыв, смотрите. Самоуничтожился. Наш дорогой архив. Ты кто? Уйди. Да вы что, издеваетесь? Это грёбаные фантомы. Я на них трачу потру, но это плохо. Так, вентиль, 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 вентиль. Здесь нужно идти где-то в вентиль. А вдруг вентиль там? В этом, друзья. В шкафу. Вот здесь, нет? Не может он быть здесь? Короче. Всё же я попробую сделать методом подбура эти значения. и надеюсь, что у меня это выйдет. О-о-о-о. 6-6-7. Был пароль. Окей. Так. Боже, метод подбора. Я таким же методом и в Resident Evil 2 ремейк тоже. А-а-а. Ну. Хе-хе. Также открывал замки. Так. Опять же, это ЖБП для мозга. Я не знаю, что это такое. Короче, предлагаю нам одну штучку заюзать, как только мы найдём какого-нибудь зомбака или даже двух зомбаков и проверим, как это работает по факту на деле. Ну, увы, там был не вентиль. Это печально. На самом деле. Так. Это уже любопытно. Ролик. Это ещё, мать твою, кто? Ох ты, ёшкин. Кот. Кот-то новый. Расплавленный мутант какой-то. Я застрял. Окей. Я от-острял. Хе-хе. Так. Как-то прям, по-моему, он как-то... О, он стреляет! Ты чё, охренелый, чувак? Так. Зашибись. Можете меня поздравить? В инвентарь заходишь, а игра всё равно продолжает идти. Ладно. Тогда сейчас будем колоть себя всякую дичь. Ну-ка. Вколол. Как это работать должно? Твою мать! Нет, у меня больше обоим. Ладно, дробовик, в бой. Ох ты! Воню сейчас лись. Всё. Я раздракунил твои ублюдки. Хе-хе. А ты думал, сказка попала, что ли? Сказочник грёбаный. А это кто? Чё-то я не помню здесь. Так. Персонал ID. 251. Личный код. Окей. Ну, вроде бы я замок взламывал, но был там код другой. 251. Так, 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 так. Магазинчики. Значит. Давайте мы сюда пистолетный патрон и этот нафиг выкинем, блин. Нафига мне эти два магазина? У них место только тупо отнимают. А ещё... Опа. Он расплавил тачку. Хрена себе. А тут и патрончики завалялись. Так, бери. Бери. Да берешь ты, твою мать. Неужели? Так. А тут больше он ничего не расплавил, случайно? Походу, дело, он расплавил только одну тачку. Печально, а я надеялся, что сейчас там будет... Ух. Сколько всего. А по факту ничего и не было. Толком. Ладно, возвращаемся. Доктор, жди меня. Я на месте. Эй, док. Я тут, открывай. О, боже. Мистер Уокер. С возвращением. А вы правда надёжный человек. Должен признать, даже я бы не смог справиться лучше. Слушай, мужик, я чуть не сдох, пока разгребал говно, которое вы тут спрятали. Которому ты и сам причастен, док. Я думал, ваша работа спасать жизни, а не рушить. Даже не думайте читать монтации, мистер Уокер. Я не стану выслушивать выговоры от людей вроде вас, тем более в подобной ситуации. Всё сводится к бизнесу, деньгам и власти. И всего этого у компании больше, чем вы можете себе представить. Я всё ещё им нужен. В конце концов, они придут и за мной. Придут, потому что я тоже надёжный. И именно поэтому у нас с вами осталось последнее задание. Да ты пошёл нахер, ублюдок. Один раз на эти грабли уже наступил, а вот во второй раз уже не наступлю. С меня хватит. Заткнитесь и послушайте меня. Доктор Кимбл, мой знакомый, пропал без зависти, выполняя ответственное задание. Несколько минут назад он вышел на связь. Насколько я понял, у нас есть всего несколько минут, чтобы спасти его. И только такой надёжный человек, как вы, справится с этим заданием. Выполните его напоследок, и я с радостью распахну двери и поприветствую вас обоих лично. Напомню, мистер Уокер, обещание я держу. Ебану стыдно, ладно. Ну, на этом конец. Если ты мне опять дверь не откроешь, я сам придумаю, как добраться внутрь, и тогда тебе не поздоровится, чувак. В этом не будет необходимости, мистер Уокер. Похоже, доктор Кимбл заперся в восточном крыле больницы. Но не уверен, сколько он там протянет. Поэтому убедительно прошу вас спасти его как можно скорее. Удачи. Слушайте, у меня такое подозрение. Видите, этот доктор, он же говорит, так, один из охранников больницы, его застрелили, у него есть ключ. Круто. В родильном отделении. Понятно. Слушайте, а вдруг это и есть тот чувак, мутировавший, которого я ищу. Он же изменяет голос, да? То есть, возможно, это он и есть. И он, по сути, выйдет и сам себе мне отдаст. Ну, окей. Так, ладно, окей. Так, 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 так. Так, ключик от чего? В родильное отделение. Я еще в сад хотел попасть, но я не знаю, какой там инструмент нужен. Так, второй этаж. Мне, видимо, нужно идти на первый. Я помню, что там в самом начале было... What the fuck? Была... Была закрытая комната. Это нужно нам вообще в самое-самое начало прийти. Как я понимаю. Так. Это сюда. Потом нужно по лестнице наверх. Или вниз. Так. Откуда я пришел? Я уж что, забыл. Это было в прошлой серии, поэтому легко заплутать. Здрасте. Ой, патронов нет. Понятно. Нахер? Нахер это туда. Откуда здесь зомбаки появились, а? Их же, блин, не было. Я здесь, по идее, все зачищал. Да, боже, где тут лесенка-то гребаная? А, она буквально вот за дверью. С правой стороны, да? Вот она, родимая. И вот где-то здесь, я помню, была запертая дверь. По-моему, вот... Нет, не здесь. Вот здесь, вот здесь. Да, вот он. Ключ аж... Чего? Ключ от шкафа? Я, конечно, все понимаю, но какого хрена? Это... Это что, шкаф? А переводы иногда в этой игре, знаете, они удивляют. И путают. Дневник охранника. Ну, давайте по старинке я покажу его вам на сайте. Вот он. Дневник охранника. 11. Правда, он почему-то здесь синий, а в игре он коричневый, как и дневник Обигейл. Так, заходим. Значит, пароль. H B Тире 684 И проверяем. Да? Куда шло? Опять же, можно все это почитать. Кому интересно, конечно же, на паузе. А я пойду дальше. Проходите игрушку. Оба-на! Вот он, видимо, инструмент. Да. Вот теперь я могу попасть туда, куда нужно. А именно, нам нужно опять спуститься на этаж ниже и, видимо, выйти в сад. А тут кругом пасхалки, кстати. Какая-то разбитая старая... Как будто замок какой-то. Это что? The Elder Scroll Oblivion? И башня-близнеца и жесть. Или, подожди. Hard Hero. Это, друзья... А, почему? Показалось, что за река, что это две башни-близнецы. Помните? Торговые центры, да? Всемирные. А нет, это плакат-отсылочка на фильм Крепкий Орешек. Точно. Там Дей Хард в оригинале. А тут, видите, Hard Hero. Ну, по сути, это отсылочка на фильм Крепкий Орешек. Блин, круто. Хорошо, когда я узнаю подсылки разных фильмов. Так, ладно, погнали, короче, туда. Так, окей, друзья, я на месте. Давайте. Жалко, что анимации не было. Ну, типа, как он там отщелкивает цепочка, но это не важно. Так, он у меня остался или пропал? Инструмент. А, он пропал, то есть... Замечательный? Нет, а вдруг еще где-нибудь цепочки будут, а? Как небережно я его выбросил. Опа! Магнум, друзья! Мощнейшее оружие в игре. Ну, так раньше было в Резиденте, я помню, что Магнум был всегда очень мощным. Так что нужно его приберечь на боссов. И у меня еще были патроны для Магнума, тоже я их, помню, сбросил вот здесь между монтажом. Поэтому непременно нужно Магнум тоже пока сбросить временно. А это что? А, в воду можно... Клапан! Я нашел клапан. Все, теперь я знаю, что нужно делать. Нужно в подвал идти, ставить клапан и решать там головоломку, при этом еще и зомбаков раскидать. Какое-то чтиво. Так, персонал. 4-3-4 ID. То есть это какой-то пароль. 4-3-4 Хм. Ладно, разберемся. Где-нибудь он непременно будет нужен. 4-3-4 Тут зомбаки, вон прут. Как бы мне их все... Так, сдохни. Понятно. Драбанг, дробаган, дробаган, дробаган. Бам! Двоих одновременно. Вот это круто. Ха-ха-ха, минус башка. Е-е-е! Ну-ка давайте вдвоем пойдете ко мне. Нет. Ладно, того не досталось. Что, вставать будешь, нет? Я жду твоего эффектного появления. Нет? Всех раскидал, всех разложил. жалкие зомбоящики. Так. Значит, патрон давайте мы пистолетные и заюзаем. Окей. Все. Теперь давайте в подвал. Ну, конечно же, я не забыл про этого милого медвежонка. Так. Бам! Один из двух. Та-дам! Пара-ра-па-па-па-м! Так, есть контакт. А вот теперь надо думать. Ну, я уже понял, да, что, скорее всего, каждый вентиль крутит две стрелочки из трех. И нам нужно сделать так, чтобы, видимо, все стрелочки были на уровне вот где зеленое отметено, правильно? Скорее всего, так. Так, вроде бы я тут накрутил что-то и сейчас будет победный мой поворотик. Ну-ка, давай-давай-давай-давай. Да! Да, получилось! Мой победный поворотик. Есть. теперь я, в общем-то, друзья, открыл проход в наше родильное отделение. Ну как, оно не мое, не наше, но, короче, вы поняли. Вот именно там нужно найти этого бедного сотрудника этой медлаборатории. Мы его спасаем, приводим к этому доктору и в итоге наконец-то наши мучения здесь будут завершены. Ух ты! Какая встреча! Охрена себе ты! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Я понимаю, что ты очень злой. Да ты издеваешься! Да стреляешь ты, мать твою! Сука, тупой! Какой ж ты тупой, а? Стреляй, мать твою! Опа! Тихо-тихо-тихо! уйди, уйди, уйди! Минус башка, Какой же ты не... Ну, неубиваемый Я в него, между прочим, стрелял ведь не просто патронами Я стрелял в него... Так, ладно, короче Выбрасываем греба на один магазин Я в него, друзья, высаживал Так-то усиленные патроны Как бы вот Ладно Возвращаемся Так, проверяем По идее, да Вот он, здесь был огонь Теперь мы можем пройти Родильное отделение Так, тут прохода нет О-о-о, зомбаки Здрасте, зомбоящики Минус башка Так, что там по карте вообще есть какие-нибудь Двери, комнаты Да тут вообще ничего нет Только один проход Вроде как бы Хотя есть вот здесь помещение Но тут все обуглено Видимо здесь реально все полыхало раньше Таблетки Для прицеливания Боже, сколько мертвых тел чё так пугаешь-то тихо-тихо машина въехала прямо в здание зашибись да так и вот мы в родильном отделении сколько шариков ну что друзья я думаю что серию здесь можно закончить наверное потому что уже фух немало поиграли спасибо всем за внимание ставьте лайки вступайте в группу вконтакте ждите непременно продолжение узнаем что будет дальше здесь уже в следующей серии всем здоровья друзья всем пока а